В сентябре прошлого года произошла необычная утечка. В открытом доступе оказался жесткий диск сотрудника компании Nokia с двумя терабайтами корпоративной документации. И вовсе не о планах вернуть финское господство на мобильном рынке. Нет, все это было посвящено нашей российской SORM, системе технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий. Это те самые загадочные ящики, которые, в частности, Nokia устанавливает российским операторам связи, с помощью которых ФСБ ведет свою цифровую слежку. И хотя это ни для кого не секрет, но настоящие фотографии этих устройств и точные схемы их расположения лишний раз напомнили пользователям интернета, что они давно под колпаком. Несмотря на жутковатое звучание этой аббревиатуры, SORM на самом деле контролирует только полуоткрытые средства коммуникации. Телефонные разговоры, СМС и сайты, которые еще не перешли на защищенный протокол HTTPS. Перед современной криптографией SORM бессилен. Именно поэтому, даже заставив операторов тратиться на мониторинг и хранение данных сроком полгода, по закону Яровой, спецслужбы все равно требуют от сайтов ключи для расшифровки трафика. В разгар прошлогодних московских протестов такие запросы были отправлены сразу десятку ресурсов, в частности Авито, Рутюб и Хабр, которые, впрочем, получение не подтвердил. До этого ключи требовали с Яндекса и Телеграма, и отказ последнего вылился в целую эпопею с тщетными попытками заблокировать мессенджер на территории России. При всем при этом тот же Телеграм не так безопасен, как кажется, а конечное шифрование у него работает только в так называемых секретных чатах. Их действительно могут считать только сами собеседники. В остальных же случаях тайна переписки уязвима, особенно учитывая, что смс-ки с номерами подтверждения авторизации перехватываются без особого труда. WhatsApp хоть и использует сквозное шифрование везде, но, будучи самым популярным мессенджером в мире, постоянно сталкивается со все более изобретательными хакерскими атаками. Оказывается, даже богатейший человек мира, Джефф Бейзос, не застрахован от утечки своих интимных фотографий. Штатное приложение Apple iMessage тоже полагается на конечное шифрование. Однако при низкой скорости интернета конвертируют сообщение в простое незащищенный смс, которое по умолчанию помечается зеленым, и эту настройку нужно отключать самостоятельно. К тому же, если ваша переписка синхронизируется с iCloud, то там уже ни о каком оконечном шифровании речь не идет. Ну а что касается Viber, то тот уже пять лет хранит данные российских пользователей в РФ, хотя уверяет, что переписка разглашению не подлежит, поскольку по умолчанию шифруется сквозным методом. Впрочем, закон об оперативно-розыскной деятельности обязывает любую компанию, работающую в России, передавать спецслужбам данные пользователей. Записи в соцсетях любой степени закрытости, историю просмотров видео, маршруты перемещения на такси. И все это чаще всего без разрешения суда. Поэтому хоть какая-то приватность в интернете вам светит только при использовании зарубежных сервисов и VPN. При этом обязательно платных, поскольку даже условно-бесплатные почти наверняка торгуют вашими данными. Стоит ли говорить, что любые инструменты слежки и контроля рано или поздно оказываются на черном рынке? Так, имея контакт в органах, несложно получить доступ к системе российский паспорт. Именно благодаря ей в свое время вычислили предположительно настоящие имена Петрова и Баширова. Ежегодно за подобные утечки судят десятки человек, но в наказание они получают обычно штрафы, сотни часов обязательных работ, максимум условный срок. Поэтому черный рынок еще долго не иссякнет. Наконец, существуют аппаратные методы выслеживания. Каждый мобильный телефон — это коротковолновой радиопередатчик, а значит, в момент звонка можно зафиксировать направление на него с помощью узконаправленной антенны. Ну а используя уже две антенны, можно методами триангуляции вычислить и точное местоположение. Если зафиксировать поступление сигнала на сотовую вышку и ее отклик, получится прикинуть область, в которой находится телефон. Другое дело, что за чертой города покрытие заметно редеет и придется довольствоваться зоной в пару десятков километров. Ну а если цель слежки четко определена, бывает достаточно просто заразить телефон вирусом, который начнет регулярно передавать координаты геолокации. Хотя, пожалуй, для Москвы это уже не актуально. Три года здесь разворачивается настоящий большой брат. Система камер наблюдения, которая использует нейросетевой алгоритм на основе сервиса FindFace и сверяет лица прохожих с базами предполагаемых преступников. В планах правительства Москвы расширение до 200 тысяч камер. Но до Китая нам еще далеко. Там, например, в одном только Шэньчжэне количество камер скоро превысит 16 миллионов. И все-таки главной проблемой слежения в России как в онлайне, так и в офлайне остается его абсолютная непрозрачность и бесконтрольность. Нет четких критериев, когда это допустимо и в отношении кого. Так что с ростом эффективности таких систем мы будем все чаще слышать о том, что ими кто-то злоупотребляет. Мы же, в свою очередь, конечно, отследим каждого, кто не поставит лайк этому видео. Так что лучше сделайте это и со спокойной душой подпишитесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok